Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 мая. Вот 2-3 часа ползания по этим проходам привели мою теплицу снова в порядок, почти что в идеальной, но еще не совсем, но я буду над этим работать. Вот смотрите, вы сейчас, я вот этот ролик коротышку снимаю вам для чего, показать разницу между сортами. Вы сейчас видели, как я вот здесь вот обрабатывала, все обстригала, потом показывала, вот тут вот любимый праздник, Вова Путин, там русские колокола. Все это я уже делаю, 2 раза сделала, и вот сейчас пол раза я, ну некоторые, которые немножко подзросли еще раз. Но я вам никогда не показывала вот этот первый ряд, потому что я тут еще ни разу ничего не делала. Я рано весной, когда высадила, я вам сказала, что вот эти сорта такие, как тут вот у меня, Демидов, Госпожа Удача, Клуша, они развязывают нам руки в ранний период и позволяют вот эту вот подвязку и посынкование отодвинуть на более длительный срок. Я вот Настеньку сегодня какие-то первый раз привязала, какие-то были привязаны, но еще пасынки не все вы, ну как выстрижены, потому что это не обязательно. Они вот эти томаты, которые называются непосынкующиеся, они тем и хороши, что их можно долго-долго-долго, никакого ухода им не делать, кроме полива. И видно, смотрите, полосы, или вот здесь я уже все своим тельцем, все проборонила на 100 рядов, тут даже травы никакой нет, вышеркала, или здесь не ступала нога человека, то есть я здесь еще ни разу не проползла. Тут и трава, и все, если бы я здесь проползла, я бы тут все, конечно, убрала. Но, несмотря на то, что сюда я вообще еще не подходила, вы видите, у Демидова какой пасынок, ну, его и пасынком сложно назвать, вот эта коротышка, она не мешает им, она не забивает, она не высасывает. Вот еще один пасынок, видите, у Демидова, тоже ничему не мешает, я ни разу здесь вообще ничего еще не делала, но это видно, я думаю, вы поверите мне на слово, что видите, все зарощено. И вот эти крошечные пасыночки, которые уже вылезли, и нижние листья я еще не убирала, я это отложила на завтра, потому что за один день не успеваю, сейчас здесь нагрелась теплица, очень жарко. Что хочу до вас донести, что когда вот такая посадка, как бы сказать, ну, смешанная, что какая-то часть вот этих вот непосынкующихся, какая-то часть вот этих вот высоких индотерминатных, она упрощает уход, потому что если бы все вот эти были индотерминатные у меня, я бы замучилась, мне пришлось бы все 4 вот эти ряда постоянно посынковать и посынковать и подвязывать, а эти демидовы, видите, что некоторые даже без палок, они сами стоят, потому что они толстые, они устойчивые, видите, какие у них стволы. У них все прекрасно, они также цветут, так же, как другие томаты, так же у них завязываются плодики, просто им нужен минимальный уход. И вот такие томаты, совмещение вот таких с высокорослыми, с крупноплодными, индотерминатными, это выход из положения для работающих, для занятых огородников, потому что плоды у них спеют ничем не хуже, и на вкус они не хуже, для раннего урожая они вообще идеальны, а потом, которые будут последние, можно солить на томатопереработку, вот, вот я нашла такой вариант для себя удобный, еще тогда, когда работала, что половину высаживаю, вот таких попроще, половину с усложненным уходом, которые без посынкования нет. Представьте, что было бы, если бы вот это были индотерминатные, те, которые надо посынковать, если бы они месяц вот так росли, без моего внимания, тут же был бы уже лес густой, страшный, посынки были бы выше стволов. Ой, говорю, а сама прям расстраиваюсь о Вове Путину. В предыдущем видео рассказывала же, сегодня у Путина обрезала все, что у него было лучшее в жизни, вот всю эту нижнюю кисть, и вот так держу эту помидорку в руке, и мне ее жалко выкинуть в мусорку, такая же она красивая. Ну все, до свидания. Этот вот видеоролик просто о том, что иногда совмещенные посадки очень экономят наше время, развязывают нам руки, и весной позволяют нам заниматься какими-то другими еще делами. Тут сейчас надо высаживать еще томаты в грунт. Вот хочу показать, вот госпожа удача тоже ни разу не подходила, видите? Она и цветет обильно, она и завязывается, она и с плодами. Сейчас дальше еще проползем маленько. Пройду еще одну. Тоже такой же томат. Ну и вот клуша. Ой, перехватится. Видите, вон там помидорки висят маленькие, но я хотя ничего еще не делала, не удаляла ни одного листа с них, не подвязывала, они даже стоят, видите, без колышков. Некоторым томатам уход повышенный и не нужен. Все, до свидания. На сегодня хватит. Я вот работала в теплице, все, что я делала, я вам показывала, объясняла, почему так или иначе я вот их формирую. И вы поняли, наверное, с сегодняшнего видео, что все томаты разные. С одним можно обойтись хоть как, хоть три, хоть пять стволов. Другие надо формировать строго, такие как Батяня, Путин. Вот им без жесткости нельзя, там нельзя их распускать сильно. Или вот русский богатырь, он вообще старается очаровать своей красотой и как можно больше оставить вот этих своих пасынков различных, не поддавайтесь на эти провокации. А вот про русские колокола рассказывала, наоборот, сколько растет, столько и растет. Я даже не заморачиваюсь, пять стволов, пять, если шесть, шесть. Пусть будет улеплено все этими оранжевыми колокольчиками, а они очень красивые, вкусные и веселые. Все, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова